Это историческое событие монаши особой страны восходящего солнца посетили Россию впервые за последние 102 года. Официального общения принцессы Японии Хисака Токамада с журналистами не состоялась. У императорской особы слишком насыщенная программа. Посетить Мордовские музеи, познакомиться с далекой для нее финно-угорской культурой и поболеть за национальную сборную своей страны на матче. Тот факт, что впервые после окончания войны член императорской семьи приехал в Россию, для наших стран это хороший знак, означающий дальнейшее сближение и развитие дружеских отношений. И очень хотелось бы, чтобы название города Саранска, о котором в Японии до сих пор ничего не было известно, зазвучало во всей нашей стране. И что бы случилось, это благодаря победе здесь нашей сборной команды, в которой мы уверены. Это команда, то есть имя отчество принцессы Токамада, что их очень мало. Директор музея изобразительных искусств имени Степана Эрзи показывает подарок, который преподнесла Хисака Токамада. Национальный футбольный вымпел и надпись в книге почетных гостей. А еще в музее японскую принцессу впечатлили скульптуры Степана Эрзи, полотна Федота Сычкова и этнофутуристические картины самой Людмилы Нарбековой. В этих работах монаршая особа, которая, кстати, является профессиональным искусствоведом, увидела силу и экспрессию. Мне было очень просто с ней общаться. То есть она живая, она реагировала, она вдумчиво читала этикетаж, вдумчиво смотрела работы наших художников, наших скульпторов. Вот, поэтому было очень как-то просто. Это говорит о высоком ее духовном уровне. Не исключено, что 19 июня 2018 года станет датой начала японско-мордовской дружбы и такого важного в современном мире культурного обмена. Японцев на матч в Саранск прибыло только по приблизительным подсчетам около 10 тысяч. Подданные страны восходящего солнца разгуливали по улицам Саранска в национальных костюмах с удовольствием, фотографировались с местными жителями и признавались, что еще не пробовали местные суши. Не потому что страшно, просто на территории России отдают предпочтение местным национальным блюдам. Мой номер Саша, Александр. А вас? Меня зовут Кадзо. И Кадзо? Кадзо. И Кадзо. Очень хорошо. Мы будем победить сегодня, мэр. Когда мы снимали этот репортаж, было еще неизвестно, чем закончится игра для Японии, но по данным фанатской статистики, японские болельщики не самые агрессивные в мире. Поэтому опасаться их не стоит. Тем более, что теперь нам предстоит долгая и, надеемся, плодотворная межнациональная дружба. Людмила Кусерова, Владимир Ильин. Наши новости. Продолжение следует...